В Астане большая сходка. На заседание Высшего Евразийского экономического совета собираются главы правительств. Парадному крыльцу Аккорды подъезжают лимузины. А вот и ведущий российский твиттерянин, любитель модных гаджетов и по совместительству премьер-министра России Дмитрий Медведев. Уверенной походкой он направляется в апартаменты Назарбаева. Ранее туда уже проследовали его коллеги из Казахстана, Белоруссии, Украины и Киргизии. Всех собравшихся тепло приветствует Нурсултан Абишевич. Отец казахстанского народа лично жмет всем руки и улыбается. Таможенный союз в действии. Предстоит обсудить нашу дальнейшую работу по таможенному союзу, единому экономическому пространству, насчет приема новых членов или наблюдателей, как мы говорим. Мы говорим, это очевидно о демарше Украины против России, ожидаемым, но оттого не менее обидным для Кремля. Замалчивать этот вопрос было бы глупо. Присутствие киевского десанта в лице Николая Азарова говорило о том, что Украина вертится как уш на сковородке. Европа, конечно, хорошо, но и ближайшего соседа обижать не хочется. В задачи Азарова явно входило договориться. Медведев лишь сдержанно резюмировал. После подписания договора с Евросоюзом катастрофы не случится. Мы будем и дальше сотрудничать, но объем экономического взаимодействия будет сужаться. Эксперты между тем говорят, что подобная позиция российского премьера вполне понятна. Ведь Путин уже предъявил резкий ультиматум Януковичу. Угрожать и тем самым представлять себя слабой стороной российской империи больше не будет. Но для России очень важно, чтобы именно Украина, скажем так, вошла в эту интеграционную структуру. Потому что без Украины перспективы таможенного союза и Евразийского экономического союза очень туманны. И Россия, она сейчас использует все абсолютные методы для того, чтобы руководство Украины загнать в угол. Москва сейчас уже конкретно указывает, по каким направлениям будет оказывать давить на болевые точки. В частности, ограничение экспорта украинских товаров на территорию России. Сможет Европа стать противовесом России и предложить Украине выгодное сотрудничество, поскольку сама только начала избавляться от последствий тяжелого финансового кризиса? Насколько демократические власти смогут поддержать иностранцев в ущерб собственным товаропроизводителям? В России за стремление Януковича интегрироваться именно с ЕС видят скорее страх перед российской экспансией, чем взвешенные экономические основания. Украина в лице своих олигархов до такой степени уже устала бороться за цену на газ, и до такой степени устала самостоятельно пытаться решить энергетические проблемы и проблемы газотранспортной своей системы, что в этом смысле они хотят переложить и ответственность, и схемы решения этой проблемы, и как бы настойчивость на Европейский Союз. Украинские олигархи, наверное, так же, как и российские, наверное, так же, как и многие другие, хранят свои богатства, свои средства, свои капиталы отнюдь не в своих национальных банках и, конечно, не в российских банках. Они хранят их в зарубежных банках. Скандалы между представителями России и Украины на заседании Высшего Евразийского экономического совета не произошло. Азаров отбыл в Киев явно неудовлетворенный, ибо переквалифицироваться с наблюдательной позицией в таможенном союзе в его члены, при этом не теряя ассоциации с Евросоюзом, не удалось. Москва не пускает. Андрей Заокский, Аида Мурзанова и Максим Фоменко. Специально для телеканала 1612.